Дело стена. Кражами денег, выделенных на Евровал, теперь займется суд. В эти минуты избирают меру пресечения шести подозреваемым, которых 8 августа задержали детективы Национального антикоррупционного бюро. Среди обвиняемых чиновники Госпогранслужбы Черниговского Автодора и представители частных фирм-подрядчиков. За процессом в Соломинском суде Киева наблюдает мой коллега Александр Васильченко, и он сейчас с нами на прямой связи. Саша, добрый вечер. Расскажи, есть ли какие-то уже решения? Добрый вечер, Наталья. Анонсированное специализированное антикоррупционной прокуратурой судебное заседание началось с двухчасовой задержкой. Пока офицеры производственно-технического отделения Госпогранслужбы Вячеслава Майдановича не доставили в Соломинский райсуд столицы. Именно этот чиновник осуществлял технический надзор за строительством так называемого Евровала. По словам прокурора ВСАП, проведенные экспертизы показали, что работы выполнены не в полном объеме. В некоторых местах дорога, которая должна проходить возле оборонительного редута, полностью отсутствует. Однако акты выполненных работ утверждают обратное. Предварительно общая сумма нанесенного ущерба составляет практически 17 миллионов гривен. Статья обвинения о хищении средств подразумевает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. На время следствия прокуроры просят суд взять Майдановича под стражу. Якобы подозреваемый может покинуть территорию страны. Майданович заставы в размере 5 тысяч прожиткового минимума для председательных услуг. И хотя зафиксированным наданным декларацией, мы так же можем с ней узнаемиться, на нём действительно нет и нерухомостей, нет и транспортных средств. Однако участники данного злочия завладели грошевыми кошками гражданского бюджета на сумму 16,7 миллионов гривен. По версии следствия, фигуранты уголовного производства работали через конвертационный центр «Киттрейд». Компании-застройщики перечисляли на эту фирму прокладку деньги, после чего их обналичивали. Адвокат Майданович это отрицает, говорит, его подзащитный деньги не брал. Единственное, в чём его можно обвинить, так это в халатности. Поэтому просит задержанного не брать под стражу. Я хочу сказать, что с технического взгляда, возможно ли, есть порушения, связанные с недбородством Майдановича. Но еще развертаю увагу в суд на то, что он не имеет никакого отношения к перерахованию кошек. Не имеет никакого отношения к конвертации кошек гражданского бюджета. По протоколу про Сумовню, всё, что там, значит, назначено, там 95%-могутисицы, это всё недовольки в работе. Сам Майданович с прессой общаться отказывается. В зале суда заявил, что под стражу её брать нельзя, так как на попечении у него несовершеннолетняя дочь. После перерыва судья всё-таки вынес вердикт. Вячеслава Майдановича оставить под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залогов в 505 тысяч гривен. Также по делу строительства стены сегодня в столичных судах избирают меру пресечения еще трем фигурантам. Среди них начальник управления капитального строительства Госпогранслужбы Александр Тимонюк, директор строительной фирмы Азии Сергей Значко и начальник группы спецстроительства Госпогранслужбы. Мы продолжаем следить за развитием событий и будем сообщать вам о новых подробностях. Спасибо, Саша. Александр Васильченко с подробностями суда по делу Евровала.